Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конечно, это не тема, основная тема нашего разговора, но такая как бы немножко небольшая ремарка, но тем не менее я бы хотела подчеркнуть какие-то особенности в ведении и лечении болевой синдрома именно при этой локализации. В серединке? В серединке? Ну, первое. Мы должны помнить, что болевой синдром сам по себе – это определение данной Всемирной организации здравоохранения, это неприятное чувство, эмоциональное ощущение, связанное с невозможным повреждением ткани, описанное в терминах такого повреждения. Я хочу здесь подчеркнуть, что это чувство и ощущение. То есть, знаете, лечение боли достаточно сложно в каком отношении? В том, что мы лечим чувства и эмоции. И поначалу мы, конечно, должны четко доверять и понимать, что у пациента болит, поэтому иногда у нас даже есть, вот перед нами лежат обследования, которые, казалось бы, здесь не может быть такой силы боли. Но, тем не менее, мы должны первый этап врачевания боли полагаться на то, что пациент пришел не за тем, чтобы получить какой-то препарат, а действительно у него болит. Поэтому трудность в лечении боли, потому что мы лечим эмоции пациента. Значит, мы говорим о том, что острая боль сохраняется в течение 3-6 месяцев, в остальном идет хронизация боли. Поэтому сразу хочу подчеркнуть, что чем раньше мы начнем правильно врачевать, тем меньше будет вот этой хронизации болевого процесса. Значит, ну это очень быстро, то есть это анатомическая структура нашей нервной системы, трансдукция, трансмиссия, модуляция, перцепция, трансдукция. Это только на уровне вот наших ноцецепторов идет все остальное. Это, конечно, центральная нервная система. Все эти волокна, это поражение идет, вот передается через задние рога спинного мозга и кровного мозга. И вот здесь показано дальше. Посмотрите, какой арсенал препаратов и на каком уровне мы можем, в принципе, работать. И самая главная задача у альголога в том, что использовать, в общем-то, комбинацию препаратов, которые будут более эффективны, будет снижена несколько дозировка этих препаратов. Вот поэтому нужно помнить о том, что это большой арсенал и на разные точки приложения. Это очень важно. Например, вот та же самая трансдукция, это уровень ноцецепторов. Посмотрите, вот в самом начале действует... А здесь вот это, первая кнопочка, да? А вот, то есть уровень ноцецепторов, наших рецепторов, которые большое количество находятся в нашем теле, действует и только МПВС, а пиаты, конечно, и местные анестетики. А весь большой, весь тут мощный арсенал противоболевой, которым мы часто пользуемся, это задние рога спинного мозга, это головной мозг. Значит, вот знаете, чтобы так по-быстрому, самая простейшая классификация боли, это ноцептивная боль, нейропатическая боль, смешанная психогенная боль. Ноцептивная, я уже говорила, это вот когда поражаются сами ноцецепторы и не трогаются центральные вот эти все структуры, о которых я говорила. Центральные могут быть, они такие вот на периферии центральные, где начинаются уже непосредственно от ноцепторов волокна идут, и периферические, и центральные нервные структуры. То есть вот они не задействованы, тогда это будет уже нейропатический компонент. В онкологии очень часто бывает смешанный вид боли, когда есть и то, и другое. И знаете, наша задача, вот когда приходит пациент к нам, на прием, первым делом мы определяем, спрашиваем, как у вас болит? Ой, простите, ради бога. Как у вас болит? И мы, конечно, наша задача – это выявить, нет ли нейропатического компонента. Знаете, порой нет времени. То есть вот наш прием идет от часа до полутора, а когда у тебя 15 минут, конечно, некогда этим заниматься. Поэтому очень быстро спросить. Скажите, как у вас болит? И очень быстро предложить. Я вам дальше покажу, как предложить, чтобы выявить вот этот нейропатический компонент, и не пропустить его. Потому что мы иногда не можем понять, мы только догадываемся, повреждена ли там вот центральная какая-то часть или нет. Почему? Потому что в этой ситуации нужно быстро включать другую группу препаратов, которые вот мы отступить от той классической схемы, к которой мы уже привыкли врачевать. Смешанный, вот он и относится, когда мы видим и то, и другое нейропатический компонент. Наверняка там будет и ноцептивный, то есть ноцецепторы у нас есть везде. А психогенный, знаете, это достаточно такой сложный вид боли. Его, в общем-то, даже не относят к такому виду боли. Это когда человек просто фобия, ему кажется, что вот там у него болит. Это, конечно, стезиопсихотерапевтов. Значит, вот предложена такая ступенчатая лестница введения препаратов противоболевых. Она предложена достаточно давно Всемирной организации здравоохранения. Значит, и она постепенное увеличение наркотического аналогетика. То есть сначала на первой ступени боли, когда очень маленькая боль, мы, естественно, встречаемся уже с пациентом, который уже принимает какие-то нестероидные противовоспалительные препараты. При усилении боли мы приходим к более сильному опиату. Раньше это были тромодол. Раньше это был тромодол. А сейчас это и морфин. То есть вот и весь был арсенал, который к адеин еще был, вот к слабым опиатам относится к адеин. Поэтому это вот 86-й год. Однако я хочу еще подчеркнуть, что посмотрите, как переходит ненаркотический аналогетик вот из одной ступени на другую, потому что здесь нужно четко понимать, что нет ли там вот такого компонента ноцептивного, чтобы немножко усилить действие опиата, будь то слабый или сильный. Адиванты. Адиванты – это те препараты, которые помогают нам справиться с тревожностью больной, наладить хороший сон и прочие препараты. Что в современном мире сейчас? Сейчас современная вот концепция этой же трехступенчатой системы, она немножко другая. У нас что сейчас произошло вот за эти несколько лет последних? У нас, во-первых, очень увеличился арсенал наркотических аналогетиков. Посмотрите, кроме тромодола у нас появился это просидол, это пентандол, морфин, фентанил, бупринарфин, торгин, практически семь молекул наркотических аналогетиков. Поэтому, знаете, сейчас, сейчас, наверное, проблема не как обезболивать. Уже врачи достаточно хорошо владеют, вот владеют этим. Но сейчас, как перейти от одного наркотика к другому? Какому отдать предпочтение? Поэтому здесь, вот в этой ситуации, сейчас у врачей уже другая сложность появилась. И что хочу еще прокомментировать вот эту лестницу? Дело в том, что сейчас вот такова концепция врачевания, что при умеренной интенсивности боли, это если берем по 10-бальной системе, это уже начиная с 4 баллов, мы можем назначать маленькие дозы всех тех наркотиков, которые были, если это раньше, только при сильной боли. Все эти наркотики перекачиваются вот сюда, но в микродозах, то есть в маленьких дозировках. И затем, когда эта боль, например, также усиливается, болевой синдром, мы переходим уже к дозировкам при сильной интенсивности боли. Поэтому вот в этой ситуации это современная такая концепция. Однако, обращаю также ваше внимание на том, что та же одевантная терапия переходит с одной ступени на другую. То есть мы обязательно должны, никакой наркотик не уберет тревожность, никакой наркотик не такой хороший сон, не даст хороший сон. Поэтому в этой ситуации, конечно, одевантная терапия обязательно. Еще раз подчеркиваю, знаете, вот к одевантной терапии, даже это не к одевантной, она, наверное, одна из таких важных сфер, это, конечно, общение с пациентом. Иногда пациенты, уходя из нашего кабинета и приходя повторно, говорят о том, что, ну, насколько вот комфортно, поговорив с врачами, он испытывает желание лечиться, желание это, насколько у него уже уходит боль. Поэтому в этой ситуации, пожалуйста, я вас очень прошу, помните о одевантной терапии и общении с пациентом. Значит, я вот говорила о том, что нужно в первую очередь, чтобы быстро, у вас нет времени, мне нужно, конечно, понять, нет ли у пациента нейропатического компонента. Не постепенно усиливать все вот наши малые наркотики, большие наркотики, а нужно понять, есть ли тот или иной компонент, потому что при нейропатическом компоненте, если мы его выявим, сейчас я вам скажу, как его выявить очень быстро, то нужно вводить быстро вот эту группу препаратов, антиконвульсанты. Значит, этот компонент купируется антиконвульсантом, антидепрессантом, местным эстетиком. И смотрите, и только в последнюю очередь будут наркотики. Если у пациента очень выраженный болевой синдром, и, например, вернее, к этому можно отнять, а, было несколько пациентов, не то, что несколько пациентов, а достаточно большой пул пациентов, у которых мы просто убирали наркотические аналогетики, вводя вот именно эту группу, которая патогенетично купирует вот именно этот компонент. Ну, примером того может быть, например, фантомные боли. То есть, видите, пересечен очень большой нерв, то есть ствол, нервный ствол пересечен, и поэтому в этой ситуации будут хорошо работать в первую очередь вот эти препараты. Конечно, никто не исключает действий других препаратов, и группы МПВС, и опиатные аналогетики, но без этих препаратов практически не справятся вот с этим болевым синдромом. Значит, как же определить, вот есть или нет? Вот приходит пациент, у вас всего 15 минут на прием, поэтому, знаете, когда вы спрашиваете, скажите, пожалуйста, болит где? Вот здесь. Скажите, пожалуйста, а как у вас болит? И пациент, знаете, описывает, как правило, очень такие яркие описания. Например, он приводит такие слова, как жгучие, жжет, печет, онемение, ползают мурашки. Один из пациентов мне сказал, что, вы знаете, мне как будто муравьи там грызут, грызут. Я такой боли не испытывал никогда. И еще одно из основных вот таких, когда пациент может говорить, вы знаете, у меня онемение в какой-то в той или иной области. Все, можете прекращать дальше сбор вот этого анамнеза, есть или нет, нейропатический комонет, и приходить и понять, что сейчас вы вот в схему противоболевой терапии будете включать те препараты, которые, ну, необходимы для лечения нейропатического компонента. Еще раз подчеркиваю, к этим препаратам относятся антиконвульсанты, антидепрессанты, местные анестетики и уже только потом вот опиатные аналогетики. Значит, существует масса, это просто, я вам для примера, масса опросников, которые помогают выявить у пациента вот именно вот этот нейропатический компонент. Он очень простенький, ДН-4, там 10 вопросов, 7 пожалов, посмотрят, ответы да и нет. И то есть и вопросы, это все те же самые. Будет вот прикосновение, будет током, покалывание, менее зуд, нет ли у вас. И если вы увидите, что 4 ответа да, то это нейропатическая боль. Значит, итак, первое, распознать боль, то есть какого вида это боль, какого генеза. Второе, это оценить боль, то есть оценка. Очень много есть, и детские есть, и есть 10-бальная, 100-бальная система. Ну, вот в этой ситуации я, например, пользуюсь 10-бальной системой, такой жесткой нету, кто-то 100-бальной системой пользуется. Ну, вот от 0 до 4, это, как правило, это нестероидные, работают противовоспалительные от 4 до 6-7. Это вот такой вот маленький доз, может быть, наркотических аналогетиков. И затем, конечно, уже после 7-8 до 10, это работа таких сильных, этих самых хороших доз наркотических аналогетиков. Итак, вот оценка боли, видите, я просто говорю, что их существует очень много, вот всяких шкал вербальных. Поэтому еще раз подчеркиваю, первое, определить, то есть поставить диагностику, провести. Второе, определить силу этого болевого компонента и начать терапию. Очень быстро по тем препаратам, о которых я уже говорила, значит, ну, вот наш любимый в семье давно используемый тромодол, значит, что, собственно, какие достоинства и минусы, и плюсы вот при использовании именно вот у пациентов с данной локализацией. Ну, значит, что здесь у тромодола? У тромодола есть таблетированные формы, есть инъекционные формы, и поэтому в этой ситуации, если пациент не глотает и не может, то есть раньше были свечевые формы, это было бы большое подспорье, сейчас, к сожалению, нет, поэтому тромодол, если невозможно, невозможно глотание, то мы тогда можем прибегать только к инъекционной форме. Суточная дозировка 400 миллиграмма достаточно хорошо переносится и 100 человек у 10 процентов будет некоторая подташнивая, которая может пройти через пару дней при использовании, вот там, того же ЦРУКАЛа. Следующий препарат, помните, я говорила о том, что нужно очень часто комбинировать препараты, тогда мы очень многие точки задействуем, и поэтому мы ведь лечим, только предполагая, какой там может быть механизм. Поэтому посмотрите, есть такой препарат ЗЛДИАР, который сочетает в себе тромодол и парацетамол. Забыла сказать, что тромодол сам по себе это препарат, который, в общем-то, тоже сочетанный. Это слабая конец мюрецепторов и в котором есть механизм подавления обратного захвата серотонина и норадреналина. Поэтому это такой похожий очень механизм у амитриптилина, поэтому использование тромодола с амитриптилином несколько с осторожности. Поэтому, видите, и так тромодол сам по себе комбинированный препарат, плюс еще в ЗЛДИАРе появляется и парацетамол, к тому же, то есть нестероидный, вернее, в общем, центральный аналогетик. Появился новый препарат полексия. Ну, новый, знаете, это в течение буквально последних двух лет, значит, препарат полексия. Тоже сочетает в себе два. Это слабые амитриптилина и у рецепторов, и у него также есть подавление обратного серотонина и норадреналина. Здесь даже не серотонина, а норадреналина. Здесь больше, очень большой процент норадреналина идет. Поэтому в этой ситуации препарат также хорош при использовании при нейропатической боли его применяют. Он применяется, у него есть, единственное, что у этого препарата есть потолок, 500 миллиграмм. Больше мы не можем, то есть уже переходим тогда к другому наркотическому аналогетику. Что касаемо вот нашей темы, в этой ситуации топентадол, это тоже таблетка, пролонгированная, только глотать. Если нарушено глотание, к сожалению, полексию мы, ну, как бы, не можем здесь вот использовать, к сожалению. Так, поехали дальше. Таргин. Значит, таргин – это сочетание ксикодона и налоксона, то есть здесь действуют накапы, дельта-рецепторы. И здесь есть второй препарат, это налоксон. Налоксон местно блокировать будет рецепторное поле наркотическое в кишечнике, и поэтому у него есть такое свойство, он противостоит запорам, которые свойственны при назначении наркотических аналогетиков. Поэтому вот таргин достаточно хороший препарат, у него вот такое соотношение эффективности один к одному, один к морфину, морфин считается эталоном обезболивания. Но опять, но, у этого препарата есть тоже свой потолок, 160 миллиграмм суточная дозировка. То есть мы можем тетровать, подходить к ней, однако все, 160 миллиграмм, если уже не работает, переходим на другую. Что касаемо наших пациентов, еще раз, таблетки, пролонгированное действие, два раза в сутки применяется, то есть нужно глотать. Нет глотательного рефлекса, опять, смотрите, опять из нашего арсенала убегает очередной препарат. Значит, трансдермальная форма фентанила у нас есть сейчас в арсенале. Значит, вот препарат, казалось бы, вот, хороший вот в этой ситуации, то есть, когда пациент не может глотать, мы прибегаем к этому препарату. Разные тоже дозировки, у него 100 миллиграмм, как таковой не описано, какого-то потолка у него, но, тем не менее, вот выше 100 миллиграмм начинаются очень сильные побочные действия, поэтому в этой ситуации нужно быть с осторожностью. Помните о том, что жировая прослойка должна быть обязательно при аппликации вот этого препарата, потому что это жирорастворимый препарат, если прослойки нет, если пациент, который, вот, касаемо нашей темы, плохо питается, истощен, этот препарат тоже противопоказан этому пациенту. Поэтому у фентанила надо еще помнить о том, что назначается он на 72 часа. Сейчас уже идут разговоры, что можно, может быть, и на 48, и как-то сдвигать можно, но это только разговоры. Значит, в инструкции говорит о том, что он лепится, наклеивается, аппликация на 72 часа, а затем клеится другой препарат. И вы знаете, нужно помнить о том, что вот концентрация может падать в течение там последних 8 часов действия, и затем следующий пластырь будет работать также только 8 часов. Поэтому вот здесь может быть такой немножко небольшой провал вот в этой ситуации. Поэтому нужно помнить о прорывных болях, которые могут возникнуть по истечении двух с половиной суток, когда уже концентрация этого препарата уменьшается. Поэтому в этой ситуации нужно или использовать препараты, которые применяются при прорывной боли, или уже думать о другой немножко может быть концентрации вот этого препарата, процентной концентрации. Значит, Один из препаратов, который сейчас очень активно используют сейчас в Санкт-Петербурге, он будет активно закупаться у нас, это просидол. Это препарат очень короткого действия, это препарат, который применяется под язычной формой, что очень удобно. То есть не нужно, если у человека нарушены глотательные какие-то функции и нет нарушений микроциркуляции в зоне языка, то в этой ситуации, пожалуйста, он хорош тоже и сам по себе. То есть один препарат может применяться, но, конечно, сейчас как бы оппозиционирует просидол на такие прорывные боли, когда мы немножко еще не подобрали тот или иной препарат, который будет работать в полной мере. То есть помните о том, что, конечно, вот не более, буквально вчера был вебинар, я слушала о прорывных болях, то есть там и Диана Владимировна говорила о том, что не более трех таблеток вот в сутки. Очень быстро толерантность к нему возникает, поэтому вот такой вот препарат есть. Значит, дальше. И так наш эталон, это морфин, то есть он существует в трех тоже формах. Первая – это инъекционная форма, вторая – это МСТ-континус препараты, это таблетированные формы. И короткого действия морфины, то есть по 5-10 мг, которые работают всего 4 часа. Их тоже можно использовать, но вот такие на короткие прорывные боли, которые очень быстро применяются, но, конечно, во главе стоит просидол, он более быстро действует. Сейчас выходит форма морфина в ампулах по 2 мл, в котором есть ампула выпивается вот этот морфин. Но пока что мы с ним еще не… у нас в Санкт-Петербурге пока, к сожалению, его нет. Так, и опять же к нашим пациентам. Первое – очень большая таблетка МСТ. Это пролонгированная таблетка. Ломать ее ни в коем случае нельзя, разбивать, толочь там тоже это ни в коем образом нельзя. Поэтому что остается? Остается инъекционная форма морфины, остается вот те растворимые жидкие, жидкая субстанция, которая вот должна поступить в наши аптеки. Бупраксон. Бупраксон – это препарат, который, значит, защечная форма, который тоже вот, тоже здесь может применяться очень удачно здесь. Работает он каждые 8 часов, то есть до 3 таблеток в сутки можно применять его. У него единственное, что нужно помнить, что если не применять ни в коем случае этот препарат, он должен стать изолированно с теми препаратами. Если пациент, например, применяет препаратами у рецепторов, видите, он агонист кап рецепторов, поэтому может иногда бупринарфин снижать действие основного наркотического аналогетика. Поэтому его используют как самостоятельный наркотический аналогетик. Обязательно профилактика запоров. Помните о том, что есть химические гидрофобные субстанции при запорах, то есть, поэтому иногда назначая вот препараты, которые профилактируют запор, помните о том, что если пациент жалуется, что у него болит, и это раздувается кишечник, то в этой ситуации, конечно, нужно поменять препарат, потому что вот такая дисфункция кишечника, она будет плохо способствовать еще и усвояемости того или иного препарата. Значит, хочу еще сказать, что существует такой калькулятор опиоидов, который можно внести в любой наш смартфон, и вы, когда доктор сталкивается, вот сейчас основная проблема врачей, занимающих противоболевой терапией, это смена того или иного препарата. Поэтому вот здесь есть все, расчетные дозировки, когда мы можем поменять один на другой, если, например, было 100 миллиграмм одного препарата, как же я могу поменять, например, был трансдермальный пластырь, как это будет соотноситься с морфином, какую дозировку нужна морфина. Поэтому очень-очень удобная, вот это очень удобный калькулятор, поэтому я советую внести его, кто сталкивается вот с такими проблемами. Значит, итак, препараты, которые используются, основные препараты, которые используются при лечении нейропатического компонента, это антиконвульсанты. Первое – тригаболин. Значит, суточная дозировка 600 миллиграмм. Все вот эти препараты, которые используются при нейропатической боли, особенно препараты антиконвульсанты, пригаболин, габапвентин, у них, конечно, есть особая такая кропотливость в подборе этой дозировки. Маленькую дозировку нужно назначать на ночь и вот так тетровать, постепенно увеличивая вот эти дозировки. И вид потрясающий после применения вот этих препаратов. Почему? Потому что есть побочные действия. Это головокружение, сонливость может быть. Хотя это вот, ну, 50 на 50. 50% будет испытывать это, 50% не будет. Но, тем не менее, это неприятное вот это такое субъективное ощущение. Поэтому, конечно, здесь очень обязательно тетровать, очень кропотливо, но обязательно вводить их при выявлении нейропатического компонента. Второй препарат – это габапентин. То же самое, большая суточная дозировка, но вот из практики мы знаем, что это 900 миллиграмм, и все, уже как бы не очень хорошо работает. Более мягкий, чем пригаболин. Поэтому мы иногда видим, что плохо переносит, переходим иногда на габапентин. Вот эти оба-два препараты прекрасно работают при нейропатическом компоненте, но капсулы. Если вот пациенты в нашем случае плохо глотают, какие же препараты, что же у нас остается в арсенале? У нас в арсенале остается карбамазепим. То есть этот препарат, который мы можем разламывать, эту таблетку, то есть вот применяется у детей. Препарат карбамазепим, фенлипсин – это одно и то же. То есть вот нам очень нравится фенлипсин использовать вот именно при этой локализации. Поэтому в этой ситуации, пожалуйста, вы можете, скорее всего, и растолочь его, вот если в зонт нужно вводить. То есть вот в этой ситуации, как бы мы, скорее всего, препарат выбора останется здесь, потому что капсулу, ну, не можем мы ее раскрыть, там, всыпать куда-то. Значит, амитриптилин также используется при лечении нейропатического компонента микродозы. Мы не лечим в этой ситуации депрессию, а лечим нейропатический компонент. Поэтому используется, начинается с 5 миллиграмм, один-два раза в сутки. И так можно тетровать до 150 миллиграмм. Выше этого делать не нужно. Значит, и следующее – это пластырь, то есть лидокаиновый, который в нейропатическом компоненте, мы говорили, используется. Поэтому он блокирует тоже проведение вот этого импульса в центральной нервной системе. Можно, значит, он используется, пожалуйста, вот фотографии, видите, и вот в лицевой области при невралгиях различных. Конечно, здесь нужно совершенно четко помнить, что если нет какого-то поражения на лице, там нет ли там свища или что-то, то есть пластырь, конечно, противопоказан. Поэтому, но тем не менее, в лицевой области мы пользуемся. Что касаемо, вот прокомментировать, если всех вот этих блокад, постановки различных помп, конечно, шейный отдел. Это самый сложный отдел, куда можно вот ставить вот эти помпы, делать эпидуральные анестезии. Поэтому, к сожалению, в этой ситуации это не очень, как бы, ну, есть большие трудности с постановкой вот этих всех катетеров. Значит, ну и вот, как бы, особенности протекания, еще раз хочу подчеркнуть, уже просто вот подводя итог, что, вот смотрите, при дефиците питания, при затрудненном приеме пищи из-за вот болевого синдрома, из-за каких-то, ну, нарушенного глотания, опухолевой интоксикации, конечно, введение вот каких-то препаратов резко ограничивается. Поэтому вот необходимость вот парентерального, зондового питания вынуждает пациента вводить, переводить на внутривенную аналгезию. У нас часто используется введение внутривенного морфина, то есть мы тетруем вот эту дозировку у пациентов. Также именение трансдермальной формы фентанила. Но при этом нужно учитывать, что у пациента должна быть обязательно жировая вот эта прослойка. И подъязычная форма бупринорфина, которая получает преимущество, когда вот у пациента затрудненное глотание. Еще раз подчеркиваю. Значит, вот когда проводится лучевая терапия, то есть достаточно много рубцовых изменений, которые вот, или предшествующие вмешательства, травмы, то при ишемизации, конечно, нужно использовать препараты, которые улучшают вот эту микроциркуляцию. Это сулкодексинтри, трентал, пентоксифилин, которые также уменьшают проявление болевого процесса. И вот когда мы осматриваем, ну, первое, конечно, может быть глупо это напоминать, но то, что нужно осматривать пациента, обязательно это не обсуждается. То есть осмотреть ротовую полость обязательно, осмотреть шейную область, то есть вот область боли у пациента. И если там есть какие-то гнойные, герактические вот осложнения, обязательно назначать антибактериальную терапию. Конечно, если это возможно, согласовывая с лечащим врачом. Но если это невозможно, то иногда мы прибегаем на самостоятельное назначение антибактериальной терапии или подключаем хирургов к проведению некрактомии и прочее. Значит, ну вот, пожалуй, что и все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.